ребят всем привет у нас уже время обеда и сегодня продолжается тайская схема что тайская это сделала chicken satay спинат соусом сейчас вам покажу это просто пальчики оближешь катя замариновала курочку в кокосовом молоке там с какими-то соусами и она знаете прям нежнейшая вот духовочки и она приготовилась и польется вот тем соусом вот и просто вот со с орешками обалденски просто и найти к вкусным получается вот но рестораны просто где-то отдыхают сравнению что вот это вкуснее миллиарды разов раз окей говорил в общем всем приятного аппетита ребят смотрите куда мы приехали вам гуц просто не были здесь да очень давно здесь не были и нам надо кое-что купить для дома а давай можно зайти или нет ваша сказал что мы не тратим время идем куда нам надо кухонный рай кастрюльки сковородки на самом деле это очень опасный магазин вот дома когда дома сидишь просто такой думаешь ну мне вроде ничего не надо все хорошо мне все устраивает только ты сюда приходишь хочу это то все и какие-то новые прикольные штучки видишь вот просто я пошла мимо такая о что это какой-то контейнер это в общем такой прикольный контейнер смотрите для ягод допустим в нем они хранятся дольше то есть как-то влага вот именно там даже знаком показать в общем я думаю поняли вы казалось бы я не знала что есть такая штука сюда пришла и так а вообще многие шли за тарелками и за ложками а она ложки вот смотри туда баллами эти какой набор необычный вот кстати есть ложки 10 9 штук до 6 так здесь 6 долларов стоит ну вот и кинобовы она тут эти штука еще сразу нам это штука не нужно буду нравится синие ну так вот сколько вообще на бок стоит интересно 20 долларов так тарелок как ты тут нету нормальных я чуть не вижу как как-то мало тут тарелок ну вот эти ничего так смотрите какая у меня тут хорошенькая девочка сидит ты хорошенькая девочка я тут смотрю все уже в тыках уже хэллоуинская тема ого внезапно нам понадобился новый коврик в ванну хочет поменять которую у нас сейчас в ванной комнате коврик перенести в офис а новую купить нам в комнату не очень просто это проказница выбрасывает все игрушки на пол и тут у нас есть вот такая штучка как бы она прицепляется к одежде и все и она не может выкинуть и грезет я уже стою на кассу взяли ложки катя шампунь такой вот таким она пользуется джованни и катя до сих пор то что выбирает уже и рюкзаки какие-то кис что ты смотришь покажи нам ого туда прям поместится все все берем зашли еще в преды джоз потом дома покажу что купили мы уже дома покажу вам что купили такой вот лимонад это нам обоим захотелось какой-то сладкой газированной водички и еще это просто минералка но со вкусом ананаса дальше сметана базилик хочу делать песто такие вот конфетки трюфели очень не захотелось себя побаловать здесь авокадо это вот такие как слойки сыром и чиной на завтрак удобно кушать и эти точки для фотосессии хочу с вами сейчас немножко поговорить о материнстве ответить на несколько вопросов буквально под последними видео я их видела но и до этого тоже видео так что если вам эта тема неинтересна то сразу пролистывайте на минут пять-десять не знаю как долго я это буду рассказывать спрашивали недавно у меня про грудное кормление как долго я планирую кормить эмили если честно такой сложный вопрос не знаю как как-то по можно загадать сколько получится я бы хотел кормить долго меня как бы устраивает все мне нравится это очень полезно для ребенка ну до года точно мне кажется все так говорят что до года точно буду кормить а потом уже дальше кто-то кормит кто-то нет наверное я бы хотела кормить дольше чем год может быть до двух лет но главное чтобы и мне было ей комфортно там посмотрим уже как это будет происходить и еще главное чтобы мне здоровье позволяло кормить ее долго а так нет мне нравится ее кормить и мне кажется это не кажется это действительно очень очень хорошо для ее будущего кутика ты играешь еще меня просили поделиться моим опытом про многоразовые подгрузники самом деле не очень хотел поднимать эту тему потому что она все таки тема какашек сихушек не знаю я обещала что не буду это поднимать во влоге но все таки вы просите поэтому почему бы и нет и может быть я действительно кого-то вдохновлю потому что меня также вдохновили другие мамы которые и своим опытом поэтому в общем раскладываем дочь дочь я тебя на мягкое положила специально куда ты уползла куда ты поползла ты ползаешь ну ползай только в стенки пожалуйста не врезайся я не помню когда мы начали пользоваться многоразовыми подгузниками мне кажется что месяц наверное три назад вначале я заказала просто попробовать и потом поняла что это классно это очень экологично и удобно почему бы и нет у меня вот такие вот многоразовые подгузники это фирма чарли банана она одна из лучших в америке какие в россии хорошие я не знаю вот так вот выглядит вообще многоразовый подгузник так она если что не плачет она просто ползает там что-то пыжется все хорошо у нее тут мне кажется такие звуки ты издаешь люди подумают что ты плачешь или еще что-то в общем выглядит просто вот ну как обычные трусики мне очень нравится что вот эта вот часть она не очень широкая потому что я еще заказывал другие мио бомбино другая фирма мне они не очень понравились они более жесткие а здесь прямо не очень мягкие к таким подгузникам и тут вкладыши вот такие вот просто вкладыши это вот маленький он на два-три часа на подержи вот этот вот потолще как бы здесь другая просто ткань и верхний слой он очень хорошо впитывает до такой степени как обычный подгузник что он не влажный ну как бы он может быть чуть-чуть влажный но не мокрый они не протекают ни разу не было вообще с ними проблем с подгузниками этим причем с одноразовыми бывают проблемы но я думаю вы знаете с этим не было ни разу никаких протечек после них все все нормально там попа не красная но она носит их только дом либо если мы гуляем где-то вот буквально здесь по нашему комьюнити то есть минут двадцать тридцать недалеко потому что если она покакает то их нужно сразу застирывать потому что они тогда впитаются и тогда будет уже сложнее застирать поэтому на улицу все равно мы используем одноразовые подгузники вообще на самом деле дома она все равно большую часть времени вообще без подгузников гуляет я иногда практикую высаживание кто кто в теме очень круто кто нет можете почитать просто в интернете эту тему я не буду углубляться но если если у вас есть ресурс энергия то это прям я советую советую это очень круто это такая как бы связь с ребенком да котик ну в общем многоразовые подгузники я советую стираю я где-то через день у нас их немного штук наверное пять но несколько вкладышей и вкладыши вот вот именно у этих подгузников я их не вставляю туда я их просто вот сюда вот кладу и все подгузник весь получается сухой просто вкладыш мокрый поменял его и все дальше вот но все равно дома очень много времени без подгузника вот такие вот делишки надеюсь было полезно если вы уже задумываетесь попробовать многоразовые подгузники или нет то попробуйте почему нет я советую и ну это действительно экономно это экологично но это действительно важно потому что обычные многоразов одноразовые подгузники даже если они биоразлагаемые они не разлагаются на сто процентов и очень много лет уйдет чтобы они разложились а представьте сколько в один день используется этих подгузников сколько вообще на одного ребенка в общем это просто жесть вот ну и я не знаю если я могу хотя бы чуть-чуть повлиять хотя бы что-то такое небольшое сделать сократить использование подгузников то я стараюсь пандачка ну и конечно я на видео всегда ее одеваю в подгузник как как по-другому да вот так она дома большую часть времени конечно без подгузника проводит днем вот ночью пока что в подгузнике смотрите какая прелесть пришла эмили платье очень красивое мне прям безумно нравится и вот такая вот футболочка дэдис литл саншайн тоже мне очень нравится а еще смотрите какую прелесть заказала в подарок здесь вот три бодика такие зайчика штанишки очень классно я еще смотрю какое это все маленько и блин эмили же тоже такой малюточка была вообще я в шоке прям очень маленькие висички и вот еще бодики the first impressions first impressions в общем классная фирма мне безумно нравится она очень хорошо тянется по качеству прям классная по цене супер на самом деле наверное больше она мне нравится чем как текст я у как текст намного лучше выбор ну и больше как-то вещей в общем вот такие вот бодики прикольные красивенькие . наше семейство все в сборе хотим сказать вам спасибо что досмотрели этот вложек до конца и хотим попрощаться всем пока 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 пока